Физкульт привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Сегодняшний ролик я посвящаю бицепсам, а конкретно вообще рукам. И расскажу вам главный секрет того, как строить мощные большие руки. Ведь для всех, абсолютного большинства, кто только приходит в тренажерный зал, руки это бицепс. Но это, друзья, является главной ошибкой, главной проблемой того, что ваши руки не выглядят огромными. Из-за того, что ваши бицепсы не выглядят огромными. Смотрите этот ролик до конца, делитесь с ним потом со своими друзьями в соцсетях. И узнаете, как строить по-настоящему большие, сильные руки. И самое главное, этот секрет позволит вам, чтобы у вас никогда не было травм и не болели локтевые суставы. Друзья, приходя в тренажерный зал, кто что делает, но основная масса сразу же начинает сжать лежа и качать свои банки, стремясь к рукам-базукам. Но, друзья, огромные руки это не бицепсы. Не забывайте, что бицепс состоит из двух пучков, а трицепс из трех пучков. Одна из мышц является тонической, другая фазической. Это тоже очень важная информация в моих книгах и в статьях бесплатно, и даже есть видеоролик, что такое фазические и тонические мышцы. Это самое первое, что должен знать тренирующийся человек. Это самое первое, с чем должен вас ознакомливать ваш персональный инструктор. А спросите его, знает ли он вообще в принципе, что такое фазические и тонические мышцы. Это фундаментальные знания, которые необходимы для того, чтобы понимать, какие мышцы можно, нужно тренировать чаще, какие мышцы необходимо растягивать постоянно, для того, чтобы был прогресс, для того, чтобы не было травм. А травмы, друзья, это бич нашего современного времени. Хочу напомнить вам, что вышли в свет две мои книги. Отдельно для девушек, отдельно для парней. Серия «Фак фитнес». Вы обязаны изучить эти книги, если вы являетесь персональным тренером, инструктором. Если вы хотите получать грамотные знания о том, как правильно начать тренироваться. Чтобы не навредить тебе, и самое главное, чтобы вы шаг за шагом, ступенькой за ступенькой поднимались, улучшая свое здоровье. Мы вернемся к нашим большим рукам. Главный секрет, чтобы вас, друзья, долго не томить, в том, чтобы сохранять гомеостаз нашего организма. Кто не знает, погуглите, что это такое. А наш организм всегда стремится к равновесию. И вот для того, чтобы не болели ваши локти, ваши трицепсы, это треть руки, должны быть всегда больше и сильнее, чем ваши бицепсы. Другими словами, акцент в тренировке больших рук должен ставиться в первую очередь не на бицепсах, а на трицепсах. И вы должны запомнить такую формулу. Бицепс должен быть всегда чуть-чуть слабее, чем трицепс. Если вы строите свой тренировочный график таким образом, что тренирует трицепс, вы постоянно наращиваете веса, грамотно, правильно питаясь, естественно, приходит и масса всех трех пучков трицепса. Так вот, бицепс должен догонять всегда, стремиться догнать. Как хороший спортсмен, никогда не сдающийся на дистанции, должен всегда, всегда стараться догонять трицепс. А трицепс, друзья, как хороший спортсмен, должен всегда удерживать свое первое место, он должен всегда стремиться быть сильнее и больше. И это, друзья, не дисбаланс, это как раз таки и есть гармония. Если вы тренируете преимущественно свои бицухи, то вы нарушаете этот природный баланс. Тем самым, рискуя получить травму сустава, как минимум локти просто будут постоянно ныть и болеть, что происходит у большинства. Но если вы всегда понимаете и помните о том, что трицепс должен быть сильнее убегать от бицепса, а бицепс должен стремиться догнать ваш трицепс, у вас никогда не будет проблем. Ваши руки всегда будут большими и объемными. Посмотрите внимательно теперь, зная эту информацию, на руки самых больших бодибилдеров планеты. И вы увидите, что именно трицепс превалирует в массе над бицепсом. И об этом, кстати, говорил Арнольд не так давно в одном из интервью, когда его спрашивали, что бы он изменил в своем тренинге. Он сказал, что в принципе ничего бы не менял, но уделял бы больше внимания трицепсам, для того, чтобы руки смотрелись еще более массивными, монструозными. А если вы посмотрите, трицепсы у Арнольда не самые слабые, но все-таки на фоне бицепса они немножечко отстают. Представьте, добавьте просто визуально рукам Арнольда еще массы в трицепсах, и вы получили бы руки, лучшие руки всех времен и народов. И говорим мы сейчас не только о бицепсах и о трицепсах. Посмотрите на руки Леприста, посмотрите на руки Рони Коллимана, и у вас отпадут все вопросы. Кстати, здесь тоже очень хороший пример, мною очень уважаемый бодибилдер Дориан Яц. Друзья, надеюсь, данный ролик вам был очень полезен. Я сделаю более подробную информацию в одной из своих ближайших статьях, где подробно расскажу, какая мышца является тонической, какая фазической, как тренировать руки и все-все, что с этим связано. Анатомию, физиологию и биомеханику. Ставьте лайк, делитесь данным роликом в своих соцсетях, не забывайте писать комментарии, можете поставить дизлайк, если вдруг вам не понравилось, ничего страшного. А я жду вас в следующий раз в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Партнер сегодняшнего выпуска Animal Northrop. Лучшая гармошка, друзья, которую вы можете себе позволить. По пробокоду, который вы видите сейчас на экране, вы получите скидку на сайте Animal Northrop.